Приветище! Это Спасатель Островов и мы находимся в этот раз на фэнтезийном острове, очень классном левитирующем острове в небе. Если ты не видел как мы сюда попали, то обязательно посмотри предыдущую серию. А также не забудь поставить лайк под этим видео, если тебе нравится Спасатель Островов и подписаться, если ты еще не подписан. Но мы приступаем. Давай немножечко вспомним, что вообще здесь и почем. Дело в том, что тут находится огроменный автомат по производству смузи, которым заправляет вот этот вот кот. Его зовут Радужный Кот. В комментариях вы его уже прозвали Чеширским, как в Алисе стране чудес. Вместе с нами на этот остров перебралась миссис Пигби, которой мы можем продавать фрукты и овощи и прочую всякую фигню и получать за это деньги. Также на этом острове, на летающем острове, ты можешь обратить внимание, что мы находимся где-то в воздухе, есть врата, которые могут открыть только магические пони. Ой, не пони, вру, вру, не пони. Единороги, конечно же, единороги, потому что пони, они не фэнтезийные. А вот единороги это фэнтезийные существа, мы же все-таки на фэнтезийном острове. И как ты помнишь, все эти существа фэнтезийные питаются только смузи из автомата этого радужного кота. Помимо фэнтезийных существ тут есть и довольно обычный, как вот этот вот золотой гусь. Конечно, он очень наглый и, к сожалению, он просерил все свои яйца и теперь нам придется их найти. Как и пуделя миссис Пикби. Что ж, вроде бы вкратце я тебе все рассказал и теперь давай начнем призывать здесь единорога. Ты скажешь, откуда ты знаешь, что тут будет единорог? А вот посмотри сюда. Все знаки указывают на это. Для того, чтобы призвать единорога, нам нужно посадить банановое дерево. Что ж, Пикби нам в помощь. Как обычно, заказываем эти деревья. Вот, банановое деревье. Нам нужно, по-моему, две штучки. Сажаем, поливаем, но не удобряем, как говорится. И хорошо, что удобрения здесь и нет. Где второе? Вот, вот здесь вот второе. И все. Счастье единорожкам. Отлично. Ждем пришествия единорога. Надеюсь, он поможет нам открыть врата. Волшебные врата. Конечно же, ему нужно еще будет как-то вернуть свою магическую силу. Надеюсь, я ему помогу в этом. Так, банановые деревья почти выросли. Вот такие вот классные. Мы уже ранее их выращивали с тобой на каком-то острове. Я не помню, правда, на каком. Так, где единорожка? Он придет или нет? Отлично. Ты посмотри, какой прекрасный единорог, который поедает банан. Ну, кто бы мог подумать, что они едят и питаются бананами, а? Я думал, они радугу жрут. Вот серьезно. Вот это да. Волшебный единорог вернулся. Может быть, и волшебство вернется на плавучие острова? Единороги обожают банановый смузи. Приходите и купите их в моем киоске смузи. Обязательно мы побежим. Я думаю, нам парочку нужно собрать, чтобы вкинуть его в аппарат. Хотя нет, в аппарат нам ничего вкидывать не нужно. У кота этого и есть свой робот, который в свою трубу складывает все бананы и производится смузи. Да, вот мы видим желтый смузи. Отлично, банановый. Ну что, раз у нас такие дела, раз такие дела, мы бананы эти продадим миссис Пикби. И выручку отправим в банк. Отлично. На логовик, как всегда... Опа, смотри, что я тут заметил. Яйцо. Золотое яйцо гуся. А вот, кстати, еще одно, смотри. Они тут все на видном месте. Так, надо смотреть вон. О, и там есть. Обалдеть, за раз два яйца. Круто. Единственное, я не понимаю, как добраться вон до того. По всей видимости, мне нужно научиться летать. Ладно, мы с этим разберемся. Мне нужно сейчас смузи накормить нашего единорожка. Привет, я хочу тебя покормить. Оу, нифига себе. Никогда в жизни меня не протыкали рогом единорога. Это было больно. Так, хорошо. Я забыл, что к ним подходить лучше не надо. Они очень дикие. Вначале их нужно покормить. Кушай смузи, банановая. Она обалденная просто. А, так, отлично, он захавал. Давай, втор... А, теперь ему в рот надо накидывать. Сейчас, держи. Вот так вот. Ой, перебор. Еще вот так. Сколько тут смузи-то я лишнего притарабанил с собой, на? 12 монеток в нем все хранится. В этом единорожке. Одно смузи было лишнее. Давай, свои монетки мне. Отлично, мы очистили часть этого острова. Хотя я бы не сказал. Опа, что происходит? Вы спасли волшебного единорога. И волшебство вернулось. Смотрите, порталы снова активировались. Теперь вы можете посетить другие острова и помочь мне найти новые ингредиенты для моего смузи. Обалдеть. Это что за эксплуатация моего труда? Я настолько добр, что буду помогать развивать бизнес-кота. Ну ладно, об этом позже. Так, смотри. Мы наконец-то можем разбомбить эту коробку при помощи нашего единорога. Ух ты. Ну это круто, конечно. А также мы можем наконец-то разбомбить этот мусор. И тогда мы этот остров окончательно очистим. Единорога-то не против я себе на тебя покатать? Какие у тебя голубые глаза и золотой рог. Так, садимся на единорога. Вау. Как он цокает. Ты слышишь? Хе-хе. Хорошо. Давай мы вначале, наверное, разобьем коробку, миссис Пикби. А там этот пудель спрятался. Отлично, мы нашли первого пуделя. Ну как первого? Он один единственный скотина, который сбежал в портал. О боже. Я думаю, может она тебя немного напугалась. Не могли бы вы снова ее найти? Когда доберетесь до острова льда. Ну конечно же, конечно же. Я же добрая душа. Но сперва мне нужно тут разбомбить мусор. Своими рогами. Точнее не своими, а единорожьями. Так, и последний кусок мусора. Отлично. Собираем это все. И в принципе этот участок очищен. Здесь будет жить голден гусь. Ух ты, а ты посмотри. Яйца-то сюда складываются. Физически прям. Ну прикольно. Так, ну все. Мы очистили площадку гуся. Теперь он тут в чистоте, в красоте. Я думаю, что пора попробовать использовать порталы. И я конечно же это сделаю на своем единороге. Но сперва нужно сбросить мусор. Подожди единорожка. У меня еще есть смузи и бананы. Пойдем, когда миссис Пигби дойдем. И попробуем это все дело продать. Миссис Пигби. Я принес вам два банана. Две монетки. И смузи. Смузи. Смузи она, к сожалению, не принимает. Блин. Ну ладно. Смузи выкинем здесь. Может быть кто-нибудь его съест. Как насчет? Подожди. Единорожку-то не хочешь отведать? Нет, все. Он объелся. И теперь наглеет. Проснись и пой. У нас важная миссия. Единорожка. Нам нужно войти вон в тот портал. Я думаю, что у нас с тобой сейчас это получится. Он же работает. Давай, влетаем. Ух ты ж ёкарный. Нифига себе тут как холодно. Ну да, нас же предупреждали, что мы телепортнемся на остров льда. Снеговик есть прикольно. Ура! Вы использовали волшебный портал и попали на остров льда. Если вы сможете очистить и снова вырастить здесь фруктовые деревья, тогда, возможно, я смогу создать новые ароматы смузи. И продавая больше вкусов смузи, я смогу увеличить прибыль своего ларька. Давайте же очистим этот остров и посадим новые деревья. Ах ты, меркантельный рыжий кот. Хотя он радужный. Ты посмотри, он хочет деньги на мне сделать. Ну ладно, походу выбора-то у меня другого нет. Мне все равно нужно очищать остров. Что ж, приступим. О, нифига себе, мне показалось ли? А, я думал это шоколадное мороженое на палочке. Но это такая бутылка стеклянная. Размечтался я, да? Что тут мороженое будет валяться? Какие тут радужные бутылки. Тут случайно не Санта Клаус живет со своими эльфами? Кстати, яйцо. Ты гляди-ка, яичко. Значит, у Голден Гуся сейчас будет три яйца. Осторожно, мои золотые яйца хрупкие. Соберите их. Просто пройдя рядом с ними. Спасибо, гусь, очевидность. Какой тут ледяной снеговик. Ты посмотри, у него из льда пуговицы рот, нос и глаза. Прикольно. А ёлка приделана как руки. Забавно. Кстати, пока я тут бегал, бегал, и нам показывали это на ролике, здесь же есть серебряный ключ. Возможно, он откроет что-то нам интересненькое. Так как до него добраться? Опа! А вот как! Нам нужно разбить вот этот снежный ком. И тогда мы туда попадем. А еще здесь есть яичко! Здорово. И, конечно же, контейнер, в котором спрятался пудель. Сейчас мы его разобьем. О, еще одно яичко. Фига себе, сколько тут яиц-то. Но ты не подумай, что тут один контейнер. Тут их целых два еще. То есть в общей сложности три контейнера. Ты представляешь? И в одном из них должен быть спрятан пудель. Ну, я так думаю. А вот еще яичко спрятано. Главное не упасть отсюда. О, ты посмотри, кто к нам в гости заглянул. Грязнюки! Монеточку мне отдайте, пожалуйста. Куда это ты так на цыпочках спешишь? Здорово. Пока. Единорожечка! Помоги-ка мне разбить эти коробочки своим мощным рогом. Ага. Как я и предполагал, пуделя здесь нет. Пойдем другую коробку разобьем. Может быть здесь? Вот он! Нашелся! Опять испугался, что ли? Ой. Вы нашли ее. Ну, она снова сбежала. Возможно, вы сможете найти ее позже, когда вернете с остров льда. Я запарюсь бегать за этим пуделем. Ладно, давай разобьем еще вот эту вот коробочку. Здесь тоже монетки. Ну ладно, че, монетки, тоже неплохо. С этих коробок упала целая гора монет. Давай-ка их скинем в наш банкомат. Ух ты, ты посмотри, кто это? Двухглавый волк. Обалдеть. Отличная работа. Появился мифический волк. Знаешь, волки воют из-за моего клубничного смузи. Ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки. К нам пришел мега-грязнюк. Давненько я его не видел. Эй, стопэ. Не иди к банкомату моему. У меня там огромная куча денег лежит. 106 монет. Нет. Только не рыгай в него. Только не рыгай. 10 я успел. Отлично. Он был один... Одинешенька вроде бы как. Ну да. Эй, волчара. Смотри, что я тебе принес. Клубничный. Интересно, а как он будет есть? Он делится со вторым ртом или... О, у вас уже тут двое? Трое. Нифига себе, сколько у вас тут бегает. А я не видел. Надо было побольше принести. Ладно, сейчас я сбегаю. Волчары позорные. Держите. Больше смузи. Да у вас тут сейчас будет першество. Волчарская пати. Блин, эти волки задолбали. Их не прокормить. Я уже третью ходку делаю за этим смузи. Держите. Давайте уже набивайте свои животы. Ну, наконец-то. Один волчара объелся. Сейчас будет второй. И третьему осталось три смузи сорать. И будет нам счастье. А нет, даже два. Шигарно. Все объелись. У всех полной животы. Гоните свои монеты. За наше торжество. Чума. Ого, какие вы красочные. Прикольно. Ну что, пришло время посадить что-нибудь уже. Так, сюда бананчик. Снова банановое дерево. Видимо, для нашего радужного единорожки. Сюда мы садим ватер мелоу. Фиг его знает что. Опачки ты, глянь. Какой здоровый мистический медведь с рогами. Похож на друида какого-то, да? Вау, это же могучий мифический медведь. Они любят банановый смузи. Приходите ко мне, возьмите смузи и накормите голодного медведя. Чума, какой он мощный. Так, мне нужно еще одно банановое дерево посадить. Куда? Вот сюда. И я пошел за... Блин, ты глянь, какой он мощный. Капец. Ладно, пойду за банановым смузи поскорее. Банановое смузи. Я иду за тобой. Сколько взять? Давай, наверное, штучек. Да все возьму. 10 штук. Все, скорее к медведю. Будем его откармливать. Мэдмэд, смотри, что я тебе принес. Держи. Тут вкуснотиха, такая вообще обалдеть. Так, волчара, отошел отсюда. Это не тебе все. Прикинь, он съел буквально 3 штуки и объелся. Такой большой, так мал. А, вот второй прибежал. Ну ладно, не зря такую кучу смузи притащил. 20 монет! Я с него сейчас соберу. Это просто шикарно. Зеленый медведь. Слишком токсичный цвет для медведя. Срочно нужно его перекрасить. Помимо краски заказал еще шляпу для медведей. Смотри, какие. Вот такая вот корона, ну-ка. На нем будет норм смотреться. Корона. О, да. Отлично. А теперь давай его перекрасим, пока он дрыхнет. Ну, вот это уже неплохой цвет, да? Так, посмотрим, что еще есть. Это не то, не то. Ну, короче, ледяной цвет мне больше нравится. Сейчас мы и тебя перекрасим, не переживай. И корону тебе дадим. О, отлично. Корона на них просто шикарно сидит. О, почти, а кто это? Это же Йети к нам пришел. Он по-любому разломает вон тот вот снежный шар. Я не могу поверить. Появился неуловимый Йети. Знаете ли вы, что Йети любит мой арбузный смузи? Капец, он взял и разломал снеговика. Он мне так и нравился. Смотри, Йети разбил снеговика, чтобы показать место для стройки. Если вы построите новые трубы у снабжения на острове льда, я смогу достать арбузы, которые мне нужно, чтобы сделать любимый смузи для Йети. Давай, короче, построим трубу у снабжения. Посмотрим, что там нужно. Что тебе нужно, бот, скажи? 10 монет золота. Ээээ... Вот банкомат. А почему, собственно, не мусор? У меня есть алюминиевые банки. Труба, она же из металла делается. Все. Труба у снабжения у нас готова. Отлично. Отличная работа. Новая труба у снабжения позволила мне приготовить новый смузи. И, конечно же, увеличить мою прибыль. А теперь вернись ко мне, чтобы взять этого арбузного смузи и накормить Йети. Да господи. Все тут такие кэпы, как будто я... Ну, ладно. Ух ты, арбузы какие прикольные, да? Пойду-ка продам миссис Пикби. Миссис Пикби, я принес для вас арбузы. Держите. О, неплохо. Ну, а теперь по заявкам радужного кота нужно пойти и накормить арбузным смузи Йети. Прыгаем в портал. Вот он Йети тут бегает. Бегает от медведей, по-моему. Медведи ржут так забавно. Йети, стой, 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 стой. Куда ты бежишь? Вот тебе смузи, пожалуйста. Кстати, а где твои глаза? По-моему, твоя шевелюра закрыла тебе глаза. Ты не видишь, что ты ешь? Вот, держи. Смотри, сколько у тебя тут смузи. Ой, смузи разлетелось. Надо все это аккуратненько забрать. Давай, хавай, быстрее, пока не прибежали. Медведи с волками не раскидали тут все. Они любят шалить. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть последнее смузи. И будет мне счастье. Отлично. Какой ты жирненький стал. 30 монет. Ну, все, мы эту часть острова очистили. Это здорово. Сейчас нам должны помочь Йети. Ух, как мощно. Вот это силенушка в нем. Ты только посмотри, Йети смог выбить этот снежный шар для тебя. Теперь вы можете войти в пещеру и взять серебряный ключ. Вот она, эта пещерка. Входим в нее. Какие звуки тут приятные. Отлично, ключик мы схватили. Отличная работа. Этот серебряный ключ поможет тебе открыть новый портал на Остров Драконов. Вернись на центрально летающий остров и используй этот ключ, чтобы открыть этот портал. Я здесь. Я на центральном острове. Где этот портал? Но это точно не тот портал. Скорее всего, мне нужно вон туда. Точно. А для того, чтобы туда добраться, нужно построить мост. У меня как раз хватает налоговых токенов. Но я думаю, что мы это сделаем уже в следующем видео. Поэтому, если тебе понравился этот фэнтезийный остров и спасатель остров, то ты знаешь, что делать. Ставить лайки под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok